Электротехника и электроника. Содержание видеофильма. Первое введение. Второе электрические и магнитные цепи. Третье основы электроники. Четвертое основы импульсной техники и электроизмерений. Раздел первый. Введение. Общие понятия электротехники и электроники. Электрическая энергия самый распространенный вид энергии, которым пользуется человечество в наше время. Она широко используется в промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и в быту. Без ее применения невозможно было бы. Современная служба связи не было бы кино и телевидения. Кроме того, она играет важную роль в благоустройстве городов и сел. Отеросль науки и техники, связанная с применением электрических и магнитных явлений для преобразования энергии, получения и изменения химического состава веществ, производства и обработки материалов, охватывающие вопросы получения, преобразования и использования электрической энергии в практической деятельности людей, и называется электротехникой. Развитие электротехники способствовало формированию таких научных дисциплин, как теория электрических цепей, теория электрических машин, техника высоких напряжений и другие. Электротехника оказала существенное влияние на развитие радиотехники, электроники, телемеханики, автоматики, а также вычислительной техники и кибернетики. Один из важных разделов электротехники, электромеханика, охватывает вопросы преобразования энергии, практическое решение которых потребовало разработки специальных методов, связанных с анализом и описанием процессов, протекающих в электротехнических устройствах. В вопросах, которые рассматривает электромеханика, прослеживается тесная связь электротехники с различными разделами математики. Например, описание процессов в электротехнических устройствах основано на решении уравнений Максвелла. Большое практическое значение имеет разработка способов оптимального управления сложными электроэнергетическими системами и повышение их надежности. Решение этих задач основано на использовании методов моделирования и теории вероятности. С помощью электротехники создаются электрические приборы для контроля, управления и автоматического регулирования любых производственных процессов, даже таких как полный цикл, которых длится только доли секунды. Без электротехнических устройств и приборов в современных условиях невозможно получать и передавать сигналы или информацию, регулировать температуру, давление, концентрацию, плотность газовых и жидких сред, вибрацию и так далее. Исследования в области электротехники позволили создать и широко использовать быстродействующие ЭВМ, электроизмерительные приборы, системы управления техническими и другими объектами. Следовательно, без знания электротехники нельзя быть квалифицированным специалистом, в каких бы областях производства, управления производством человек не работал. На основе фундаментальных исследований в области химии, физики, теории электричества, магнетизма, оптики и в особенности электротехники возникла наука электроника. Электроника. Это наука, изучающая взаимодействие электронов с электромагнитными полями и методы создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии в основном для генерации, усиления, передачи, обработки и хранения информации. Основными разделами, областями электроники являются вакуумная электроника, твердотельная электроника, квантовая электроника. Одна из основных проблем, стоящих перед электроникой, связана с требованием увеличения количества обрабатываемой информации в виде сигналов, потоков данных. Необходимо совершенствовать технологии производства изделий электроники с целью уменьшения времени переключения электронных компонентов, увеличения степени интеграции, использования оптоэлектронных преобразователей и сверхпроводников. Важным направлением в электронике является разработка лазеров с высоким коэффициентом полезного действия, приборов для оптических линий связи, история развития электротехники и электроники. Основоположником мировой электротехники следует считать русского ученого Василия Владимировича Петрова. В 1802 году Петров исследовал гальванические элементы и при подключении к зажимам батарей, углей, обнаружил в воздушном промежутке между углями яркое пламя белого цвета. Концы углей нагревались настолько, что начинали плавиться. Таким образом, Петров первым в мире открыл явление преобразования электрической энергии в тепловую и световую энергии. Позднее это названо было вольтовой дугой. Эти исследования показали возможность применения электрической энергии непосредственно в практических целях в жизни деятельности человека. Следует отметить, что большинство наиболее важных изобретений и открытий в области электротехники сделано русскими учеными и инженерами. Русский академик Эмилий Христианович Ленц, обобщив открытие Ханса Христиана Эрстеда и Майкла Фарадея, установил в 1833 году закон о направлении индуцированного тока, а позднее, в 1838-1844 годах, теоретически обосновал и практически доказал принцип обратимости электрических машин. Русский изобретатель Павел Львович Шиллинг осуществил в 1832 году первую в мире телеграфную связь с помощью изобретенного им электромагнитного телеграфа. Это было первым практическим применением электричества в области техники электросвязи. Русский академик Борис Семенович Якоби изобрел и построил первый электродвигатель, а затем в 1838 году электропривод судна на реке Нева. Это был электроход Якоби. В последующие годы, в середине XIX века, творческая деятельность ученых мира была направлена на создание экономичного и надежного электрического генератора. Основная часть вырабатываемой в то время электрической энергии использовалась для освещения. Этому в значительной мере способствовало изобретение в 1875 году русским инженерам Павлом Николаевичем Яблочковым синхронного генератора и дуговой лампы, названной электрической свечой Яблочкова. Эти свечи получили широкое распространение в странах Европы и были известны там под названием «русский свет». Рост городов и развитие промышленности способствовали существенному расширению использования электрической энергии. Началось строительство электрических станций. Появилась необходимость передачи электроэнергии на большие расстояния. Однако на электростанциях того времени были установлены генераторы постоянного тока. Передавать же электроэнергию на большие расстояния с помощью постоянного тока было экономически невыгодно из-за больших потерь в проводах линии. Это потребовало разработки новых методов и средств передачи электроэнергии. Последнее десятилетие XIX века ознаменовалось новым периодом в технике использования электроэнергии в промышленном производстве. Возникла новая область техники электроэнергетика родоначальником которой явился выдающийся русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский. Доливо-Добровольский разработал в 1888-1890 годах трехфазную систему токов и построил первый в мире трехфазный генератор переменного тока. созданный им асинхронный короткозамкнутый электродвигатель переменного тока является и поныне основным типом электродвигателя. В тот же период времени Доливо-Добровольский создал трехфазный трансформатор, а также трехфазную систему передачи и распределения электрической энергии. Эта система также до сих пор действует во всем мире. В настоящее время создаются разнообразные электротехнические устройства с электронными, полупроводниковыми и электромагнитными элементами. Автоматические промышленные роботы и манипуляторы. С их помощью совершенствуются технологические процессы, системы управления, контроля и информации. История создания создания электронных приборов базируется на открытиях и исследованиях физических явлений, связанных с взаимодействием свободных электронов с электромагнитными полями и различными физическими предметами. Поэтому первые работы русских ученых Михаила Васильевича Ломоносова, Георга Вильгельма Рихмана и американского ученого Бенджамина Фрэнклина в конце XVIII века по исследованию электричества могут быть отнесены к началу возникновения электроники. Открытие электрической дуги академиком Василием Владимировичем Петровым в 1802 году является началом технического использования электричества. Работы как отечественных, так и зарубежных ученых в течение XIX века создали фундамент электроники. Среди наиболее важных достижений следует отметить труды французского ученого Андре Ампера и английского физика Майкла Фарадея, восстановивших законы электричества и электромагнитной индукции, а также создание теории электромагнетизма английским ученым Джеймсом Максвеллом и теории электронов нидерландским ученым Хендриком Лоренцем. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн немецким физиком Генрихом Герцем. Первый в мире электровакуумный прибор лампа накаливания изобретена русским электротехником Александром Николаевичем Ладыгиным и усовершенствована американским ученым Томасом Эдисоном. Важными открытиями для создания электронных приборов являются открытие фотоэлектронной эмиссии русским ученым Александром Григорьевичем Столетовым и термоэлектронной эмиссии Томасом Эдисоном. Большое влияние на развитие электроники оказали работы Александра Степановича Попова, Карла Брауна, Джосефа Томпсона, Альберта Эйнштейна, выполненные в конце 19-го, начале 20-го века. В начале 20-го века были изобретены первые электронные приборы, электровакуумные диоды и триоды, газотроны. Английский физик Джон Флейминг в 1904-м году изобрел первую электронную лампу вакуумный диод, а Лиде Форест американский инженер в 1906-м году вакуумный триод электронный усилительный прибор. В 1907-м году русский ученый Борис Львович Розинг предложил использовать электронно-лучевую трубку для приема изображений, что может считаться началом телевидения. Большой вклад в развитие отечественной электроники внесли русские ученые и инженеры Валентин Иванович Коваленков, Николай Дмитриевич Папалексе, Михаил Александрович Бонч-Бруевич, Олег Владимирович Лосев. В советский период следует отметить работы Александра Алексеевича Чернышева, который выдвинул идею создания Ведикона, Леонида Александровича Кубецкого, изобретателя фотоэлектронного умножителя, Александра Павловича Константинова, автора приемной телевизионной трубки иконоскопа и других. Существенное влияние на развитие полупроводниковых приборов оказали работы школы академика Абрама Федоровича Йоффи в 30-40-х годах и 20-го века. Важнейшими из этих работ являются теория выпрямления тока в контакте металл-полупроводник, квантовая теория полупроводников и теория генерации пар носителей заряда электрон-дырка, разработка полупроводниковых термоэлектрических батарей. Трудами Якова Ильича Френкеля, Льва Давидовича Ландау и других создана теория фотоэдс в полупроводниках. Революционные открытия были сделаны в послевоенный период в 40-х 60-х годах. В 1948 году американский ученый Джон Бардин Уолтер Браттейн и Уильям Шокли создали биполярный транзистор из Германии химического элемента. В 50-е годы были изобретены полевой транзистор с ПН-переходом, солнечные батареи, оптроны, туннельные диоды, тиристоры и другие. В 1960 году в США был создан МДП-транзистор МДП-металл-диэлектрик-полупроводник. А в 1966 году полевой транзистор с барьером Шотки, который нашел широкое применение в цифровой электронике. Особое место в развитии электронных приборов занимает цифровая электроника. Достижения в области обработки дискретных цифровых сигналов оказывали и оказывают значительное влияние на развитие науки и техники, а также общества в целом. С развитием цифровой электроники связано образование такой области знаний и деятельности человека, как информационные технологии и телекоммуникации. После создания в 1948 году биполярного транзистора открылись новые возможности для совершенствования различных технических устройств, построенных на электронных приборах. Быстрыми темпами стало развиваться новое направление в электронике микроэлектроника. Главной задачей этого направления стала разработка технологий, которые позволили бы создавать электронные приборы высокой надежности, малых размеров и энергопотребления. Английский физик Джон Даммер в 1952 году выдвинул идею интегральной микросхемы. Это миниатюрная электронная схема, созданная на одном кристалле полупроводникового материала. В 1959 году американский физик Жак Килби, специалист в области электричества, сконструировал первую интегральную микросхему триггера логического элемента, состоящую из пяти компонентов. Это событие оказало большое влияние на развитие микроэлектроники для практического применения. Так как по сравнению с ранее применявшимися электронными устройствами на дискретных элементах, интегральная схема обладала существенными преимуществами. Преимущества заключались в расширении функциональных возможностей, меньшем энергопотреблении, меньших массогабаритных показателях, более высоких показателях надежности. В 1971 году в Соединенных Штатах Америки Марчаном Хоффом был создан первый микропроцессор. Это модель Intel 4004 или 4004, который содержал 2250 транзисторов и мог складывать два четырехразрядных двоичных числа за 11 миллионных долей секунды. В 1974 году был выпущен микропроцессор Intel 8080, который содержал уже 4500 транзисторов и мог складывать два восьмиразрядных двоичных числа за 2,5 миллисекунды. Немного позже, в 1975 году, на основе именно этого процессора фирмой IBM был сконструирован первый персональный компьютер, а в 1981 году фирмы Hewlett Packard был выпущен суперчип, супермикросхема, содержащая 450 тысяч компонентов, складывающие одновременно два тридцати двухразрядных числа за 1,8 миллионных секунды. В 1990 году началось массовое производство чипов памяти, способных хранить 4 миллиона бит информации. В 1992 году японская фирма Sanjo Electric выпустила транзисторы, выполненные из высокотемпературной керамики. Быстродействие новых транзисторов в 10 раз превышало быстродействие полупроводниковых транзисторов. В 1993 фирма Intel ведущая фирма по разработке новых процессоров для персональных ЭВМ начала производство 64-разрядного процессора Pentium с двумя отдельными интегральными процессорами, способными работать в параллельном режиме. В 1999 году фирма AMD начала производство самого мощного на сегодняшний день процессора Athlon для персональных ЭВМ, содержащего около 10 миллионов компонентов и работающего на частоте до 900 МГц. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Значение электротехнических устройств для человека. Второе. Основные направления исследований в области электротехники. Третье. Основные направления исследований в области электроники. Раздел второй. Электрические и магнитные цепи. Общее понятие об электрических и магнитных полях. С древних времен люди наблюдали электрические и магнитные явления, надевшие порой ужас своей силой и необъяснимой природой. Однако активное изучение электрических от греческого слова электрон, янтарь, явлений началось лишь в 17 веке. Первый крупный научный успех в выяснении природы и электричества был достигнут в середине 18 века. В 1752- в 1753-м годах Михаил Васильевич Ломоносов и Георг Ихман в России, а также Бенджамин Франклин в Америке экспериментально доказали общность атмосферного электричества и электризации при трении тел. В результате обобщения данных экспериментов Ломоносов создал первую теорию атмосферного электричества. Дальнейшее направление в исследовании электрических явлений определила работа французского физика Шарля Кулуна. В 1785-м году Кулун провел количественное изучение взаимодействия точечных зарядов с помощью чувствительных крутильных весов. Из опытов следовало, что сила взаимодействия между зарядами F пропорциональна величине каждого из зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. В формуле Ку-1 и Ку-2 это величины взаимодействующих зарядов. R расстояние между зарядами. Носителем же взаимодействия зарядов является электрическое поле. Наряду с электрическими явлениями человека всегда интересовала и природа магнетизма. Магнитные свойства постоянных магнитов, их способность притягивать железные предметы были известны еще древним грекам. Явления земного магнетизма были использованы китайцами для создания компаса, свободно вращающейся магнитной стрелки, указывающей расположение сторон света. Подводя итоги сведения об магнетизме, накопленном к 1600 году, английский физик Уильям Гильберт высказал мнение, что, несмотря на некоторое внешнее сходство, природа электрических и магнитных явлений различна. Тем не менее, к середине XVIII века среди физиков существовало убеждение в наличии тесной связи между электрическими и магнитными явлениями. В 1820 году датский физик Ханс Эрстед открыл явление отклонения магнитной стрелки гальваническим током и тем самым сделал первый существенный шаг в выяснении характера связи электрических и магнитных явлений. Французские ученые Жозеф Гей-Люсак и Доминик Араго наблюдали намагничивание железа постоянным током, текущим в проводнике. А Андре Ампер обнаружил притяжение между проводами, по которым проходят параллельные токи, и отталкивание между проводами с противоположно направленными токами. Многочисленные последующие опыты показывали, что магнитное поле тесно связано с электрическим током. Электрический ток, текущий по проводнику, создает в пространстве вокруг себя магнитное поле. Поскольку ток представляет собой поток движущихся заряженных частиц, то сказанное выше означает, что магнитное поле порождается движущимися зарядами, и что другие движущиеся заряды испытывают в этом поле воздействие механических сил. Электрические цепи постоянного и переменного тока. Электрической цепью называется совокупность электротехнических устройств, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которой могут быть описаны с помощью электрических величин, электродвижущей силы, тока и напряжения. Устройствами, образующими электрическую цепь, являются источники, генераторы, электромагнитные энергии или электрических сигналов, приемники, потребители, электромагнитной энергии и устройства передачи и преобразования энергии, провода, трансформаторы и другие. Свойства электрических цепей характеризуются током, протекающим по цепи напряжением источника питания, значениями сопротивлений, индуктивности и емкости всех элементов, составляющих электрическую цепь. Для анализа процессов и расчета электрическую заменяют эквивалентной схемой замещения, представляющей собой идеализированную модель реальной цепи. Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов в проводящей среде под воздействием электрического поля. Если скорость движения электрических зарядов во времени неизменно, то такой ток называется постоянным. Сила электрического тока измеряется в амперах. К пассивным элементам в электрической цепи относятся резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности. График, изображающий зависимость напряжения на элементе электрической цепи от тока, называется его вольт-амперной характеристикой. Сопротивление резистора индуктивность катушки и емкость конденсатора называются параметрами, характеризующими свойства электрической цепи. Резистор является необратимым преобразователем электромагнитной энергии. Величина сопротивления R выражается в омах. Конденсатор это электротехническое устройство, накапливающее энергию электрического поля. Его основной характеристикой является емкость. Величину емкости измеряют в фарадах. На практике применяют доли единицы измерения микро- и пикофарады. Катушка индуктивности накапливает энергию магнитного поля. Ток в витках катушки создает магнитный поток, пронизывающий эти витки. Единица измерения индуктивности генри на практике применяют милли- и микро- генри. Один миллигенри это 10 в минус третьей степени от генри, а один микрогенри это 10 в минус шестой степени от генри. Электрический ток, изменяющийся с течением времени, называется переменным. Если его мгновенные значения и направления через равные промежутки времени, то есть периодически повторяются, то его называют периодически изменяющимся. Ток, изменяющийся по синусоидальному закону, называется синусоидальным. Из большого числа различных видов электрических цепей переменного тока можно выделить следующие однофазные и многофазные, линейные и нелинейные, с сосредоточенными и распределенными параметрами, с взаимоиндуктивностями и без взаимоиндуктивностей, простые и сложные. Синусоидальный переменный ток получил наиболее широкое применение в электроэнергетике. Генераторы всех электростанций мира генерируют электрический ток синусоидальной формы. Изменение тока по синусоидальному закону происходит плавно, без скачков и резких перепадов, что имеет важное значение для работы электрических машин и аппаратов. Трехфазные электрические цепи. Однофазные электрической цепью синусоидального тока называется цепь, содержащая один или несколько источников электрической энергии переменного тока, но имеющих одинаковые частоту и начальную фазу. мгновенные значения синусоидальных токов И и напряжения У в любой момент времени Т выражаются формулами, показанными на экране, где И с индексом М и У с индексом М это амплитудные значения тока и напряжения, а Пси ИТ и Пси УТ начальные фазы тока и напряжения. Омега это угловая частота. Минимальный интервал времени, через который повторяются мгновенные значения электрической величины, называется периодом. Многофазной системой называется совокупность двух и более электрических цепей. В многофазной системе источники электрической энергии имеют одинаковую частоту, сдвинуты по фазе друг относительно друга и генерируются одним генератором. Сдвиг по фазе синусоидальной величины определяется значением произведения угловой частоты на время и отсчитывается относительно начала координат. Наибольшее распространение получила симметричная трехфазная электрическая система, как наиболее простая и экономичная для передачи и использования электрической энергии переменного тока. Магнитные цепи Магнитная цепь называется совокупность устройств, содержащих ферромагнитные тела и среды, образующие путь, вдоль которого замыкаются линии магнитного потока, а электромагнитные процессы могут быть описаны с помощью магнито-движущей силы, магнитного потока, магнитной индукции и разности магнитных потенциалов, называемых магнитными величинами. Магнитная система является одним из основных элементов электрических машин и ряда электротехнических устройств. В магнитную систему входят источники магнитного поля, обмотка с током возбуждающая магнитное поле или постоянный магнит, и система магнитопроводов из ферромагнитного материала, по которым замыкается магнитный поток. Магнитные цепи бывают неразветвленные и разветвленные, однородные и неоднородные. Неразветвленной магнитной цепью называется цепь, через элементы которой замыкается один и тот же магнитный поток. В разветвленной магнитной цепи содержатся ветви, в которых замыкаются свои магнитные потоки. В однородной магнитной цепи, образованной замкнутым магнитопроводом, магнитный поток находится в однородной среде. Неоднородной называют магнитную цепь, состоящую из участков, имеющих разные сечения, воздушные зазоры, ферромагнитные включения с различными магнитными свойствами. Трансформаторы и электрические машины. Общее понятие об электротехнических устройствах. Технические устройства, системы, предназначенные для выработки, преобразования, коммутации или потребления электрической энергии, называются электротехническими. Система производства, передачи и преобразования электрической энергии в другие виды энергии состоит из ряда электротехнических устройств, генераторов, трансформаторов, аппаратов управления и защиты, линий электропередачи и приемников электрической энергии. Комплекс электротехнических устройств, предназначенный для производства, передачи и использования электрической энергии, называется электрической системой. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии, используемые в производстве быту, осуществляется электротехническими устройствами. Одним из наиболее распространенных электротехнических устройств является трансформатор. Трансформатором называется электротехническое устройство, служащее для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Трансформаторы широко используются в системах передачи и распределении электрической энергии. Преобразование напряжения в трансформаторах осуществляется переменным магнитным потоком индуктивно связанных между собой обмоток. Обмотка, подключаемая к источнику электрической энергии, называется первичной. Другая обмотка, к которой подключается нагрузка, вторичной. Для усиления индуктивной магнитной связи между обмотками их помещают на ферромагнитный сердечник, называемый магнитопроводом. Электрические машины, это электротехнические устройства, которые предназначены для преобразования механической энергии в электрическую и наоборот. В первом случае электрические машины называют генераторами, а во втором двигателями. Принцип действия электрических машин основан на физических законах электромагнитной индукции и электромагнитных сил. Необходимым условием для работы электрической машины является наличие магнитного поля и проводников с током, а постоянное взаимодействие между ними достигается вращательным движением. Конструктивно электрическая машина состоит из двух основных частей, вращающейся части ротора и неподвижной статора. Преобразование энергии в электрических машинах возможно лишь при наличии взаимодействия между магнитными полями статора и ротора. Магнитные поля статора и ротора должны быть неподвижны относительно друг друга при любой частоте вращения ротора. Условия неподвижности магнитных полей ротора и статора в электрической машине может быть реализовано в следующих случаях. Первое. При неподвижном поле статора поле ротора вращается с частотой равной частоте вращения ротора, но в противоположном вращению ротора направлении. Второе. Поле ротора неподвижно относительно вращающегося ротора, а поле статора вращается с частотой вращения ротора в том же направлении. Третий случай. Поля статора и ротора вращаются относительно статора и ротора. Частота вращения ротора равна разности частот вращения полей статора и ротора. В первом случае неподвижность полей ротора и статора достигается изменением направления тока в проводниках ротора с помощью специального щеточно-коллекторного механизма. А во втором и третьем случаях созданием вращающихся магнитных полей. В связи с этим электрические машины делятся на коллекторные и бесколлекторные. Коллектор представляет собой цилиндр, состоящий из ряда изолированных друг от друга и от корпуса медных пластин, по которым скользят угольные или металлоугольные щетки. Основное магнитное поле в электрических машинах, называемое часто поле возбуждения, создается с помощью обмоток возбуждения, на которые подается переменное или постоянное напряжение питания. Асинхронные и синхронные электрические машины. Принцип работы бесколлекторных электрических машин переменного тока основан на использовании вращающегося магнитного поля. В синхронном электродвигателе при подключении к сети переменного тока обмотка статора создает вращающееся магнитное поле. При этом на роторе размещается обмотка возбуждения, подключаемая к источнику постоянного тока. На статоре асинхронного электродвигателя размещается трех- или двухфазная обмотка, создающая вращающееся магнитное поле. На роторе при этом короткозамкнутая обмотка. Машины постоянного тока. Электрические машины постоянного тока находят широкое применение в различных областях техники. Основное достоинство двигателей постоянного тока заключается в возможности плавного регулирования частоты вращения и получения больших пусковых моментов. Общий недостаток электрических машин постоянного тока – сложность конструкции, в особенности щёточно-коллекторного механизма. Кроме того, при использовании электрических машин постоянного тока возникает необходимость предварительного преобразования переменной электрической энергии в постоянную. Электропривод. Электроприводом называется электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств. Эти устройства предназначены для приведения в движение исполнительных органов рабочей машины и управления этим движением. Примерами рабочих машин являются робототехническое устройство или инженерная машина, экскаватор, бульдозер. Передаточное устройство содержит механические передачи и соединительные муфты для обеспечения функционирования рабочего механизма. Преобразовательное устройство преобразует ток и напряжение, источника энергии в ток и напряжение, необходимые для работы электродвигателя. Управляющее устройство представляет собой информационную часть системы управления, предназначенной для обработки сигналов, задающих воздействие, определения состояния системы по датчикам обратной связи и выработки на их основе сигналов управления преобразователем, электродвигателями и передаточным устройством. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Определение электрической цепи переменного тока. Второе. Определение многофазной электрической цепи. Третье. Общее устройство электропривода. Раздел третий. Основы электроники. Назначение и классификация электронных приборов. Электронные приборы это устройства, работа которых основана на использовании электрических, тепловых, оптических и акустических явлений в твердом теле, жидкости, вакууме, газе или плазме. Электронные приборы используют как элементы радиоэлектронной аппаратуры, не подлежащие сборке, разборке и ремонту. Основные наиболее общие функции, выполняемые электронными приборами, состоят в преобразовании либо информационных сигналов, либо энергии. В качестве примеров преобразования энергии можно привести преобразование солнечной или тепловой энергии в электрическую, преобразование энергии переменного тока в энергию постоянного тока и наоборот. Основными задачами электронного прибора как преобразователя информационных сигналов являются усиление, генерирование, передача, накопление и хранение сигналов, выделение их на фоне шумов. Классификация электронных приборов. Наиболее часто электронные приборы классифицируются по их назначению, физическим свойствам, виду рабочей среды, основным электрическим параметрам, конструктивно-технологическим признаком. В зависимости от вида сигналов и способа обработки информации, электронные приборы делятся на электропреобразовательные, электросветовые, фотоэлектрические, термоэлектрические, акустоэлектрические и механоэлектрические. В электропреобразовательных приборах происходит преобразование электрических сигналов, в электросветовых приборах электрические сигналы преобразуются в оптические световые, в фото- и термоэлектрических приборах соответственно оптические и тепловые сигналы преобразуются в электрические, в акустоэлектрических приборах акустические сигналы преобразуются в электрические и наоборот, а механоэлектрические приборы преобразуют механические сигналы в электрические. Электропреобразовательные приборы представляют самую большую группу электронных приборов. К ним относятся различные типы полупроводниковых диодов, биполярные и полевые транзисторы, тиристоры, электровакуумные, лампы, диоды, триоды, тетроды, пентоды и т.д. К газоразрядным приборам относятся стабилитроны, газотроны, тиротроны, плазменные панели. К электросветовым светодиоды, люминесцентные индикаторы, лазеры, электронно-лучевые трубки. К фотоэлектрическим приборам относятся фотодиоды, фототранзисторы, фототиристеры, солнечные батареи. К термоэлектрическим полупроводниковые диоды, транзисторы, термистеры. К акустоэлектрическим акустоэлектрические усилители, генераторы, фильтры, линии задержки на поверхностных акустических волнах и другие. По виду рабочей среды различают следующие классы электронных приборов. Полупроводниковые, электровакуумные, газоразрядные, хемотронные. Это где рабочая среда, жидкость. В зависимости от назначения и выполняемых функций электронные приборы делятся на выпрямительные, усилительные, генераторные, переключательные, преобразовательные, индикаторные и другие. По диапазону рабочих частот электронные приборы делятся на низкочастотные, высокочастотные и сверхвысокочастотные. По рассеиваемой мощности на маломощные, средней мощности и мощные. Функционирование электронного прибора определяется его параметрами и режимом работы. Понятие режима электронного прибора включает в себя совокупность условий, определяющих его работу. Если режим работы прибора соответствует требованиям нормативно-технической документации для приборов данного типа, то такой режим называется типовым. Различают электрический, механический и климатический режимы работы электронного прибора. Электрический режим определяет значение напряжений на электродах и токи в их цепях. Механический режим определяет совокупность механических воздействий на работающий прибор, удары, тряска и т.п. Климатический режим определяет интервал рабочих температур, относительную влажность окружающей среды, уровень радиации и т.д. Механические и климатические воздействия на электронные приборы определяют допустимые уровни влияния окружающей среды. Численные значения функциональных параметров, установленные нормативно-технической документацией для конкретных образцов электронных приборов, называются номинальными значениями. Кроме номинальных параметров, для электронных приборов рассматривают предельные параметры, которые характеризуют предельно допустимые режимы работы прибора. Например, максимально допустимые значения напряжений на электродах прибора, максимально допустимую мощность, рассеиваемую электродом или прибором в целом и другие. К контактам электронных приборов могут быть подключены источники как постоянных, так и переменных напряжений. Если прибор работает при постоянных напряжениях на контактах, то такой режим работы называют статическим. В этом случае все параметры режима не изменяются во времени. Режим работы прибора, при котором хотя бы на одном из контактов напряжение изменяется во времени, называется динамическим. Если параметры режима изменяются настолько медленно, что в каждый момент времени они несущественно отличаются от статических, то для прибора практически справедливы параметры статического режима. В этом случае режим работы называется квазистатическим. Кроме параметров режима, различают параметры электронного прибора, то есть физические величины, характеризующие свойства прибора. Например, коэффициент усиления, внутреннее сопротивление, междуэлектродные емкости. Зависимость какого-либо параметра режима или параметра прибора, который принят в качестве функции, от другого параметра, который принят в качестве аргумента, при условии, что все остальные величины остаются неизменными, называется характеристикой электронного прибора. Совокупность характеристик электронного прибора при различных фиксированных значениях независимого третьего параметра называется семейством характеристик. Важнейшими характеристиками электронных приборов являются статические вольт-амперные характеристики, отображающие зависимость тока в цепи какого-либо контакта от напряжения на любом контакте в статическом режиме. Часто названия статических характеристик связывают с названием электродов, например, анодные, коллекторные, стоковые характеристики. Полупроводниковые приборы Электронные приборы, в том числе и полупроводниковые, служат в основном для преобразования электрической энергии и сигналов. Наиболее простым видом преобразования является выпрямление переменного тока, то есть преобразование его в постоянный. Более сложными инвертирование постоянного тока в переменный, усиление, генерирование и преобразование сигналов различной формы. Электрические схемы различных устройств, как правило, включают в себя, кроме активных элементов, электронных приборов, пассивные компоненты. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности. Резисторы обеспечивают требуемый режим работы активных элементов. Конденсаторы служат для связи отдельных цепей и узлов по переменному току, обеспечивая в то же время их разделение по постоянному току. Катушки индуктивности используются для создания колебательных контуров, дросселей, различных фильтров и так далее. В полупроводниковых приборах перенос электрических зарядов происходит в твердом теле. В полупроводнике. К таким приборам относятся диоды, транзисторы, теристоры, фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы и светодиоды. Полупроводниковые приборы подразделяются на биполярные и униполярные. В биполярных полупроводниковых приборах в переносе электрического заряда в рабочем промежутке участвуют основные и неосновные носители заряда. Применительно к полупроводнику с проводимостью P-типа основными носителями заряда являются положительно заряженные частицы. Дырки. Обозначают их буквой P. А неосновными, отрицательно заряженные электроны, их обозначают буквой N. Соответственно, для полупроводника с проводимостью N-типа основными носителями являются отрицательно заряженные электроны, а неосновными положительно заряженные дырки. В униполярных приборах перенос электрических зарядов осуществляется основными носителями полупроводника проводящего слоя. По способу управления потоком электрических зарядов, электрическим током, полупроводниковые приборы можно разделить на две группы – полевые и токовые. В полевых приборах управление осуществляется электрическим полем. К ним относятся униполярные полупроводниковые приборы. В токовых приборах управление осуществляется электрическим током. К токовым приборам относятся биболярные транзисторы. Основной характеристикой полупроводниковых элементов является вольтамперная характеристика, которая отражает зависимость тока электронного прибора от приложенного напряжения. Одним из распространенных видов полупроводниковых приборов является вентиль или полупроводниковый диод. Полупроводниковый диод представляет собой двухслойную структуру, которая образована в одном кристалле. Один слой имеет электропроводность N-типа, а другой – P-типа. Эти слои разделены слоем с собственной проводимостью. В нем сосредоточен пространственный заряд положительно заряженных ионов донорной примеси со стороны полупроводника N-типа и отрицательно заряженных ионов акцепторной примеси со стороны полупроводника P-типа. Этот слой называется запирающим, так как его электрическое поле препятствует движению основных носителей полупроводников и способствует движению неосновных носителей. В целом эта структура называется NP-переходом или электронно-дырочным переходом. Основным свойством электронно-дырочного перехода является его односторонняя электропроводимость Направление тока, при котором ослабляется действие запирающего слоя Положительный полюс источника напряжения подсоединен к П-области, а отрицательный к Н-области Называются прямым направлением или направлением пропускания тока А направление, при котором усиливается действие запирающего слоя, то есть отрицательный полюс источника напряжения Подсоединен к П-области, а положительный к Н-области Называются обратным направлением или направлением запирания На основе электронно-дырочного перехода созданы кремниевые стабилитроны и варикапы Стабилитроны, как правило, применяются в стабилизаторах напряжения в качестве задающего устройства Стабилизирующего ток и, соответственно, напряжение на входе устройства Варикапом называют полупроводниковый диод с емкостью, изменяемой в зависимости от величины, приложенного к варикапу напряжения Наиболее распространенным полупроводниковым прибором является транзистор Биполярным транзистором называется полупроводниковый прибор с двумя ПН- или НП-переходами Он имеет трехслойную структуру ПНП или НПН-типа Средняя область между двумя ПН-переходами называется базой Соседние области называются эмиттором и коллектором Биполярные транзисторы вволняются на основе Кремния, Германия или Арсенида-Галлия В биполярных транзисторах физические процессы переноса зарядов обусловлены как основными, так и неосновными носителями Выпускаемые электронной промышленностью биполярные транзисторы классифицируют в основном в зависимости от граничной частоты Максимальной мощности, рассеиваемой на коллекторном переходе, максимального напряжения между коллектором и эмиттером и максимального тока коллектора Полевым униполярным транзистором называется полупроводниковый прибор, являющийся резистором Сопротивление которого изменяется под действием поперечного электрического поля Создаваемого прилегающим к проводящему объему полупроводника управляющим контактом, затвором В полевом транзисторе управляемый ток обусловлен движением основных для данного типа полупроводника носителей заряда Именно этим явлением объясняется второе название транзистора Униполярный Отличительной особенностью полевых транзисторов является их высокое входное сопротивление Что позволяет управлять мощными электроцепями с помощью маломощного источника сигнала Многослойные структуры с тремя ПН-переходами называют теристорами Основным свойством такой четырехслойной структуры является способность находиться в двух состояниях Максимально открытым и максимально закрытым По этой причине теристоры относят к классу переключающих полупроводниковых приборов Которые используются в основном для бесконтактной коммутации электрических цепей Фоторезистор это полупроводниковый прибор, сопротивление которого зависит от освещенности Такие приборы обычно выполняют на основе сульфида или селенида кадмия При увеличении освещенности сопротивление фоторезистора уменьшается Другой тип фотоэлектронного прибора фотодиод Который может применяться и без дополнительного источника питания Поскольку сам является генератором тока Причем сила тока фотодиода пропорциональна освещенности Усилители на полупроводниковых элементах Электронным усилителем называется устройство Предназначенное для увеличения мощности входного сигнала Если усиление происходит без искажений То усилитель называется линейным Различают усилители постоянного и переменного тока Повышение мощности сигнала на выходе усилителя достигается Преобразованием энергии источника питания постоянного тока В энергию переменного сигнала Такое преобразование энергии осуществляется с помощью активных компонентов Транзисторов В общем случае электронные усилители являются многокаскадными устройствами В настоящее время применяют в основном полупроводниковые усилители в интегральном исполнении, которые называются операционными. Операционный усилитель, как и любой другой, предназначен для повышения мощности входного сигнала. Название «операционный» он получил от аналогов на дискретных компонентах, выполняющих различные математические операции с электрическими сигналами, суммирование, вычитание, логарифмирование и другие, в основном в аналоговых ЭВМ. Интегральные операционные усилители являются универсальными, они выполняют не только математические операции, но и генерируют, усиливают и преобразуют сигналы. Источники вторичного питания. Устройства, преобразующие энергию переменного напряжения в энергию постоянного напряжения, называются выпрямительными устройствами. Выпрямительные устройства применяются в качестве вторичных источников электропитания. Переменное напряжение питающей сети, например, 220 В, с помощью силового трансформатора понижается до необходимого значения и затем преобразуется в постоянное напряжение с помощью выпрямителя. В результате на выходе выпрямителя образуется напряжение, которое является пульсирующим и поэтому непригодно для питания большинства электронных устройств. Для уменьшения пульсаций преобразованного напряжения на выходе выпрямителя включают сглаживающий фильтр, а в некоторых случаях дополнительно вводят стабилизатор постоянного напряжения. Сглаживающий фильтр предназначен для пропускания только постоянной составляющей преобразованного напряжения и максимального ослабления переменной составляющей. Стабилизатором напряжения называется устройство, поддерживающее значение напряжения на нагрузке с заданной точностью при изменении сопротивления нагрузки и напряжения в электрической цепи в определенных пределах. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Классификация электронных приборов. Второе. Виды носителей электрического заряда. Третье. Функционирование вторичного источника питания. Раздел четвертый. Основы импульсной техники и электроизмерений. Элементы цифровых устройств и ЭВМ. Основным электронным устройством любого цифрового устройства, которое манипулирует двухуровневым дискретным сигналом 0 и 1, с соответствующими этим уровнем напряжениями, является цифровая интегральная микросхема. Интегральная микросхема – это функционально законченное устройство, представляющее собой совокупность нескольких взаимосвязанных транзисторов, диодов, конденсаторов, резисторов и т.п. Это устройство изготавливается в едином технологическом цикле, на одной и той же несущей конструкции – подложке, и выполняет функцию преобразования электрических сигналов. Компоненты, которые входят в состав интегральной микросхемы и не могут быть выделены из нее в качестве самостоятельных изделий, называются элементами интегральной микросхемы, или интегральными элементами. В отличие от них, конструктивно обособленные приборы и детали называются дискретными компонентами, а узлы и блоки, построенные на их основе, – дискретными схемами. Высокая надежность и качество в сочетании с малыми размерами, массой и низкой стоимостью интегральных микросхем обеспечили их широкое применение в практической деятельности человека. Основу современной микроэлектроники составляют полупроводниковые интегральные микросхемы. В настоящее время различают два класса полупроводниковых интегральных микросхем – биполярные и МДП – на основе полевых транзисторов структуры металл, диэлектрик-полупроводник. Основным элементом биполярных интегральных микросхем является НПН-транзистор. На его изготовление ориентируется весь технологический цикл. Размеры кристаллов современных полупроводниковых интегральных микросхем обычно составляют от 1,5 на 1,5 мм до 6 на 6 мм. Чем больше площадь кристалла, тем более сложную, более многоэлементную интегральную микросхему можно разместить, максимально используя поверхность и объём кристалла. Основным элементом цифровой интегральной микросхемы является МДП-транзистор с индуцированным каналом. Роль резисторов выполняют прямые ПН или НП-переходы транзисторов. В качестве конденсаторов используются МДП-структуры, в которых слой диэлектрика получают одновременно с подзатворным слоем транзистора. Особенностью полупроводниковых интегральных микросхем является отсутствие среди их элементов катушек индуктивности. Это объясняется тем, что до сих пор не удалось использовать в твёрдом теле какое-либо физическое явление, эквивалентное электромагнитной индукции. Функциональную сложность интегральных микросхем принято характеризовать степенью интеграции, которая определяется числом содержащихся в ней транзисторов, или коэффициентом. К равно логарифм от Н, который округляется до ближайшего целого числа. Здесь число Н – это число транзисторов, входящих в интегральную микросхему. Интегральные микросхемы, содержащие от 101 до 1000 транзисторов, называются интегральными микросхемами третьей степени интеграции. От 1001 до 10000 – четвёртой, и от 10000 до 10000 – пятой степени интеграции. Интегральную микросхему называют простой. Если коэффициент степени интеграции, k, меньше либо равен единице, то есть N меньше либо равно 10. Средней степени интеграции, если k больше единицы, но меньше либо равно 2. Большой интегральной схемой – biz, если k больше 2, но меньше либо равно 3. и сверхбольшой интегральной схемой, так называемой S-бис, если k больше 3, то есть n больше чем 10 в третьей степени. Логические элементы. Логическими элементами называются электронные устройства, выполняющие простейшие логические операции. Логические функции и логические операции над ними составляют предмет алгебры логики или булевой алгебры. В основе алгебры логики лежат логические величины, которые обозначают латинскими буквами A, B, C, D и так далее. Логическая величина характеризует два взаимоисключающих понятия есть и нет, включена и выключена и тому подобное. Если одно из значений логической величины обозначено A, то второе обозначает не A, то есть A с минусом сверху. Для операции с логическими величинами удобно применять двоичный код, полагая, что если A равно 1, то не A равно 0, или наоборот, если A равно 0, то не A равно 1. Если понятие не A обозначить особой буквой, например, B, то связь между B и A будет иметь вид B равно не A. Это простейшая логическая функция, которую называют отрицанием, инверсией или функцией не. Схему, обеспечивающую такую функцию, называют инвертором или схемой не. Функция инверсии изображается кружком на выходной стороне прямоугольника, графическое обозначение данного цифрового элемента. Функция отрицания является функцией одной переменной. Функции или не и и не самые распространенные, так как на их основе можно реализовать любую логическую функцию. Количество переменных, а значит и количество входов у соответствующих схем, может быть равно 3, 4 и более. В логических схемах выходная величина определяется только входными сигналами в данный момент времени и не зависит от предыдущего состояния входных цепей. Поэтому можно сказать, что логические схемы не обладают свойством запоминать предыдущее состояние. Однако, комбинируя логические схемы или не и и не, можно создавать устройства, обладающие памятью. Такими устройствами являются двухстабильные ячейки. Триггеры. Триггерами называются электронные устройства, обладающие двумя состояниями и способные скачкообразно переключаться из одного состояния в другое, каждый раз, когда входной управляющий сигнал превосходит определенный уровень, называемый порогом срабатывания. Триггеры можно разделить на два класса. Симметричные и несимметричные. Симметричные триггеры применяются в качестве элементов памяти и делителей частоты на два. Несимметричные триггеры как пороговые устройства применяются в преобразователях непрерывных сигналов в дискретный цифровой код. Симметричные триггеры компонуются из двух логических схем или не, или и не, которые соединяются определенным образом. Выход первой логической схемы соединяется со входом второй, а выход второй со входом первой. Другими словами, логические схемы соединяются между собой перекрестными связями. Логическими автоматами с памятью или последовательностными логическими устройствами называются устройства, логические значения, на выходах которых определяются совокупностью логических значений на входах в данный момент времени и предшествующим состоянием автомата. Запоминание предшествующих состояний обычно осуществляется при помощи триггеров. Типичными примерами логических автоматов с памятью являются счетчики импульсов и регистры. Счетчик импульсов осуществляет счет количества импульсов, поступивших на вход схемы, с представлением этого числа в двоичной системе исчисления. Регистрами называются устройства, предназначенные для приема, хранения, передачи и преобразования информации, представленной в двоичной форме. Логическими автоматами без памяти или комбинационными устройствами называются устройства, логические значения на выходах которых однозначно определяются совокупностью логических значений на входах в данный момент времени. К логическим автоматам без памяти относятся дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, сумматоры и другие устройства цифровой техники. В цифровой технике применяются также цифроаналоговые, ЦАП и аналогоцифровые, АЦП, преобразователи, осуществляющие преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму для ввода в ЭВМ или обратное преобразование. Большие интегральные микросхемы Большой интегральной микросхемой БИС называется полупроводниковое изделие, содержащее большое число однородных ячеек, соединенных в сложную функциональную схему с коэффициентом степени интеграции больше двух, но меньше трех. То есть К больше двух, меньше либо равно трём. Большие интегральные схемы можно разделить на три класса. Первый. Функциональные блоки типа счётчиков, регистров, стековых накопителей, арифметикологических устройств. Второе. Запоминающие устройства. Третье. Микропроцессоры. Первые большие интегральные схемы были выполнены на основе МДП-структур. В настоящее время в элементную базу больших интегральных схем входят также биполярные структуры. Микропроцессоры. Микропроцессором называется одна или несколько цифровых интегральных схем высокой степени интеграции, представляющих собой функционально законченное изделие. Микропроцессор служит для логической обработки, хранения и преобразования данных. Эффективность применения микропроцессора значительно возрастает, если снабдить его дополнительными устройствами для хранения информации и обмена с внешними устройствами. В таком исполнении это устройство будет называться однокристальной микро-ЭВМ или микроконтроллером. Состоит микроконтроллер из следующих устройств. Микропроцессор, генератор тактовых сигналов, магистрали адресов, данных, управления, запоминающие устройства, постоянное и оперативное, устройство ввода, порт ввода, порт вывода, устройство вывода. Микропроцессоры получили самое широкое применение в различных отраслях промышленности. В настоящее время для разработки систем управления сложными устройствами, станками, летательными аппаратами, автомобильными, измерительными приборами нет необходимости выбирать дискретные электронные приборы или интегральные микросхемы малой степени интеграции. В целях комплексного управления можно сразу применить универсальное по своим возможностям полупроводниковое устройство, микропроцессор. Виды и методы электрических измерений. Измерением называется познавательный процесс сравнения измеряемой физической величины с некоторым значением той же величины, принятым за единицу. Измеряемые физические величины могут быть электрической, магнитной, оптической и другой природы. Физические величины измеряют техническими средствами, средствами измерения. Средствами измерения физических величин называются технические устройства, используемые при измерениях и имеющие заданные метрологические характеристики. Под метрологическими характеристиками понимают вид физической величины, диапазон измерения, класс точности, величину погрешности и другие. В зависимости от способа получения результатов измерения делятся на два вида, это прямые и косвенные. Прямыми называются измерения, при которых искомое значение физической величины определяют непосредственно по показанию прибор. К прямым измерениям относятся измерения тока амперметром, расхода электроэнергии счетчиком, напряжения вольтметром и другие. Косвенными называют измерения, при которых искомое значение измеряемой величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, полученными в результате прямых измерений. Примером косвенного измерения может служить определение электрического сопротивления R по показаниям вольтметра U и амперметра I, то есть R равно U деленное на I. В зависимости от способов и доступности средств измерения различают методы непосредственной оценки и методы сравнения. Метод непосредственной оценки состоит в том, что значение измеряемой величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора, значение тока по шкале амперметра, значение напряжения по шкале вольтметра. Этот метод оценки прост, но отличается сравнительно невысокой точностью. Метод сравнения заключается в том, что измеряемая величина сравнивается с величиной воспроизводимой мерой. Этот метод обеспечивает более высокую точность измерения по сравнению с методом непосредственной оценки, но процесс измерения усложняется. Метод сравнения имеет несколько разновидностей. Нулевой, дифференциальный и метод замещения. При нулевом методе результирующий эффект воздействия сравниваемых величин на измерительный прибор доводят до нуля. При дифференциальном методе на измерительный прибор воздействует разность измеряемой величины и величины воспроизводимой мерой. При методе замещения измеряемую величину замещают известной величиной воспроизводимой мерой. Понятие и классификация погрешностей. В связи с тем, что абсолютно точных приборов не существует, каждое средство измерения характеризуется погрешностью измерения. Погрешность это факт отклонения показателя качества от установленных требований. Погрешность измерения это искажение результата измерений. Способу выражения погрешности средств измерения делится на абсолютные, относительные и приведенные. Абсолютная погрешность дельта большое это разность между показанием прибора А и действительным значением измеряемой величины А с индексом Д. Относительная погрешность дельта представляет собой отношение абсолютной погрешности дельта большое к истинному значению измеряемой величины А. Обычно относительная погрешность выражается в процентах. приведенная погрешность гамма представляет собой отношение абсолютной погрешности дельта большое к нормирующему значению А с индексом Н измеряемой величины. Нормирующее значение обычно принимают равным верхнему пределу измерения для данного прибора в соответствии с его шкалой. Уровень точности средств измерения характеризуется классом точности. Для электроизмерительных приборов установлены следующие классы точности. 5 сотых 1 десятая 2 десятых 5 десятых 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 Эти цифры указывают основную приведенную погрешность гамма в процентах. Рекомендуемые темы для обсуждения. первое общее назначение цифровых электронных устройств. Второе общее устройство микропроцессора и его назначение. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...